привет спортсмены мы на гонке си тускай ура да ребятчики 2021 год мы здесь турция кемер и главная интрига для нас для канала все в эндуро что касается этой гонки это данил черняев брало здесь более 50 наших спортсменов которые приехал со всей нашей страны здесь и авантин со всей со своей конюшней и конечно же эндуро-гольки и хард эндуро-ру и парни с урала в общем перечисляя всех наверняка у кого-то забудешь и тот обидится данил черняев здесь тоже присутствует и вот это наш сюрприз да друзья мы непосредственно поспособствовали чтобы он здесь оказался и он здесь и мы желаем огромных успехов и конечно же выигрышев данил черня и потому что вероятно данил черняев будет претендентом и вообще конечно да не будет здесь не скучно потому что приезжает это дурка бакчик здравствуйте ребята как дела как как дела все водно и марио роман марио роман sorry про и конечно же уэнд янг ребята уэнд янг под ваши аплодисменты под аплодисменты в общем большая мощная компания настоящая европейская гонка куда приезжают лучшие спортсмены пол болтон человек который много сделал и сейчас является официальным телевидением уэст турция кемер начало первый день сегодня первый день когда спортсмены выехали на трек просто покататься здесь так принято это же турция в конце концов здесь устроено все таким образом что гонка начнется только через несколько дней а вот сейчас идет просто каталка люди приезжают катаются спортсмены дают какие-то дельцы опытом в мастер-классы и вот это все здесь вот целый день мы вам будем все показывать рассказывать показывать возможно какие-то новинки интересных людей в общем все что обычно делает канал севендуро будем стараться и обещаю вам выпускать каждый день новый выпуск с вами канал севендуро с вами кирилл олег павел и антон спасибо большое что смотрите не забывайте лайк мы начинаем сегодня мы сейчас в украине мистер грэм джарвиз в татарстане данные регистрации гонки рутбол романе мы приехали в стамбул и мы начинаем в этом году мы объехали 20 стран переночевали в 35 городах сняли для вас более 50 выпусков и приглашаем вас на свой день рождения в геленджик вместе привет парни я марио роман заводской райдер шерки я приеду на день рождения все в эндуро это будет первый раз в россии мы будем делать крутой мастер-класс и праздновать день рождения все в эндуро вместе объехали почти весь мир чтобы собрать лучших на свой день рождения для тебя в течение пяти дней тебя будут учить ездить на мотоцикле марио роман валерия по старину артем кунцевич александр лужин данила черняев александр фролов и михаил гаврилов три группы новички среднички и профи и есть прокатная тех 5 незабываемых дней в геленджике мы сейчас с вами находимся в центральной части города кемер как который превращается буквально на неделю в настоящую столицу хард эндуро то же самое происходит с сибу в румынии но здесь это как-то свободнее легче и знаете как-то прям совсем enjoy ощущение что все вокруг это твои друзья вместо автомобилей в основном ездят мотоциклы пойдемте сейчас вместе с вами посмотрим что происходит на регистрации легендарной гонки си тускай ребята смотрите кого мы здесь нашли все тускай ребята приехали из далекой японии к нам ребята которые ну довольно давно ездят и уникальная возможность с ними сейчас немножко поговорить как давно ребята ездят и откуда из какого города они японии 10 лет мы знаем что у вас очень развита в японии эндуро и многие наши райдеры из ладивостока учились у вас на каких мотоциклах вы сейчас там ездить я к этим откровенно а я понизмейка мы бичанец а мы вообще как бы любим нормальные мотики как все любят китаем и хускварные китайские пока еще не полюбились быть ямаха honda или и а ямаха я маха вот деференции в твоею чужие маха ту струк форстров я вклуп 3 маха мачу райт и райт тэн пик опелес киэти ммур мачу му мульти вольт и более легко и маха ну типа двухтаркный яду обычно ямах до вайзет вайзет хауздин имуфимах урала вы изи вайзет 250 у Парни, не обижайтесь, но мы знаем, что у вас не очень высокий рост. Как вы решаете эту проблему? Может быть... Сморрест герой. Сморрест герой. Как вы думаете? У вас есть проблемы с двигателем эндуро? Да. Да. Полюбим японцев за честность. Да, тяжело. Тяжело, есть проблемы. Здесь собралось огромное количество разных топовых спортсменов. Как вы оцениваете, кто из них приедет быстрее и лучше? Марио. Марио. Ладно, мы желаем вам удачи, спасибо большое. Спасибо. 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 Привет спортсмену. Мы поймали одного из ведущих спортсменов Южной Африки, Трэвис Тисдейл. Человек, который, знаете, такой, не является там супер топом, как Марио Роман или Уэн Кьянг, но настоящая такая вот машина, что касается спорта. У нас сразу несколько вопросов к нему. Сколько лет ты ездишь на эндуро мотоцикле? Я стартовал на 4. Я стартовал на 4 года. И потом на экстреме. Я делал на мотокроссе до 14-15. У нас лет опыта в мотокроссе. Мы знаем, что Трэвис много лет посвятил игре в регби. Ты участвовал в регби? Да. В юниорской школе я был очень хорошим. Я делал много лет. И потом, когда я пошел в школу, я должен выбрать, если я хотел ходить или ходить в регби. И, в то время, ходить было все для меня. Поэтому я продолжал идти, идти, идти. И я сегодня. В начальной школе он занимался регби, а потом он встал перед выбором. Выбрать мотокросс, эндуро или продолжать карьеру. Регби как-то помогло тебе? В смысле физически, твой уровень? Или это оказалось базой для тебя? Я думаю, когда это действительно тяжело. Ты знаешь? Когда есть время, чтобы пушить мотоцикл, ловить мотоцикл. То есть, как ты в скром. Да, это хорошо. И, знаете, Сау-Африка очень хорошая для регби. И они тяжелые. И есть то, что они называют. В Сау-Африке. Это как, что я никогда не отдал. И это, где все Сау-Африканцы могут подпишись до конца. Ну, в целом, если обобщить, то он достаточно сильный теперь человек. Мы знаем, что ты был в 2019 году здесь. И у тебя были проблемы с рукой. Ты ее сломал. В этом году будешь ехать аккуратнее? Ну, это просто... Обычно, сегодня мы идем в море. Мы можем видеть какие-то секции. И потом, просто фокусироваться. И я просто хочу идти в первую часть. И в хорошей позиции. Я хочу бороться в первую часть. И посмотреть, как я закончу. Это длинные четыре дня. Так что каждый день работают на каждом результате. Ну, сегодня у них раскаточный день. Сегодня он поедет со всеми, потренируется. И будет решать по каждый день. Каждый день он будет строить свою стратегию в зависимости от того, как пошел предыдущий день. Ты частенько меняешь свои мотоциклы. Я так понимаю, что у тебя нету с Фэктори каких-то контрактов. Хотя ты являешься профессиональным гонщиком. На каком мотоцикле в этом году едешься? Я работаю для TTR Sequada Corsa. Это итальянская команда. Проводная команда. И в Сауфрике я работаю мою собственную команду. TT Racing. Это моя собственная модель. Но когда я в Европе, я работаю для TTR Sequada Corsa. Он работает с итальянской компанией. Спонсоры у него есть. Ребята, которые также со страстью подходят к его любимому делу. И он в этом счастлив. Какой, по твоему мнению, мотоцикл лучше? Шерка, Бета или Газгаз? Шерка, Бета или Газгаз? Что это лучше? Шерка? Шерка? Я не могу ответить вопрос. Я понимаю. Хорошо, спасибо. Много разговоров про ТМ. И мы вот сейчас поймали Хэски с Англии. Который ездит и выступает на компании ТМ здесь. И давайте позадаем ему такие вопросы. Что скажешь про мотоцикл? Как он тебе? Почему не КТМ, не Шерка, не Бета? У меня есть КТМ, Хаскавана. У меня есть все эти машины раньше. И когда мой друг имел один из этих машин, я видел инженерное качество. Который, по сравнению с другим, спеком машины, KYB, фактический рейсшоп, все билет, все хорошо. Он сказал, что он ездил и на КТМ, и на Хускварна. Но его друг ездит на ТМ. И он заметил множество деталей, которые он считает лучше КТМ. Реально так он считает. И так сказал. Есть мнение, что ТМ это мотоцикл для кросс-кантри. Это мотоцикл для скорости. Больше всего, но он может и лора. То есть, он все-таки имеет генетику больше кросс-кантри и мотоцикла, но не для харда. Как на нем ездить хард? На моем способе, и когда я ездил с моими друзьями, мы все приезжаем в одно место, в одно время. Я думаю, что это не имеет никакого отличия. Те же самые места, те же самые друзья, мы едем на уровне, никаких проблем он не испытывает. Мотоцикл более надежный, чем Хускварна или КТМ? Что касается качества? Сколько часто он не сломал? Сколько моточасов ты проехал на этом мотоцикле? Сколько часов? 150 часов. Мы желаем тебе успеха, удачи. Ребяточки, вот это было мнение про мотоцикл ТМ, и знаете, страшно, Дима, страшно. Конкуренты-то подрастают. То китайцы, то итальянцы. То итальянцы, то итальянцы. Итальянцы вышли с этой бетой, теперь они привезли кросс-кантрийного демона. И что нам теперь делать? И люди хвалят их. И становятся приверженцами. Да. Опять какая-то третья часть секты. Все, ребяточки, продолжаем наши репортажи. Давай, конец, это твой дед сейчас! Под ваши аплодисменты, Пол Болтон, человек, который много сделал и сейчас является официальным телевидением УЭС, насколько я знаю, и человек, который освещает многие гонки в мире. Как давно ты закончил свою карьеру гонщиком? Да, я как-то из профессиональной рейси, потому что у меня очень плохая болезнь. Поэтому, да, это причина. И, конечно, сейчас у меня есть маленький парень. Зак, он 2-летний, и я хочу проводить больше времени, смотря его возрастать. У меня есть много трудностей, которые требуют, чтобы стать лучшим в мире. У него было повреждение плеча, кроме того, семья. И поэтому он взлёт и взлёт. Мы знаем, что у тебя такой большой взлёт в карьере пошёл, как только ты начал комментировать и раскрыл себя с другой стороны. Ты много сделал для хард эндуро в мире, и сейчас ты являешься, насколько я понимаю, единственным, кто комментирует гонки в мире. У меня нет. Да. Я и Медиа, и Редбул Моиспорта, и Редбул ТВ, конечно, работаем вместе для того, чтобы привести к людям лучшим действия и, знаешь, то, это личное чувство, когда ты сидишь в доме, пить биржу на фрайдовом или на суток. Так, да. Мы хотим привести к этому точку. Конечно, сейчас, ребята, очень хороши, но мы хотим показать, как хороши они, потому что камеры никогда не понимают, как тяжелые, как тяжелые, и я, на треке, могу помогать эту точку. Ну да, у него эксклюзивные права с Редбулом, и они вместе пытаются как можно более правильно выстроить стратегию, как показать всем, потому что не всегда можно правильно передать рельеф, поэтому они это делают уже много и качественно. У тебя дома, там, где ты живешь, есть мотоцикл свой и какой он? Ты много сделал в мире, для того, чтобы мы все любили эндуро? Переводи. You take the many things and that's reason why many people love эндуро. Да. Ты являешься большим экспертом в этом. You are a big expert in this. Назови, пожалуйста, top 5 по твоему мнению мира. Can you have give us top 5 эндуро riders for your opinion? Top 5 top 5 riders? Yes. Oh, flipping heck. I've got to call Billy and Manny because they're leading the championship now. Well, Billy's leading the championship and it's very close with Manny just behind. We've got, we can't forget Graham. Whether he comes back from the injury strong or not is another, is another factor, but I think he wants to get fit and strong. So never, never disregard Graham. and then Alfredo, Mario, Wade. So, Billy, Bolt and Manny Lichtenbiker were named the first. The third was named Graham Jarvis. And Roman. They're all so good. they're all so good. They're all so good. They're all Sei Stephanbiker. They're all alike. they're all alike. very interesting. How is coming? How is Gremставля? We are thinking that he's going for the love of前 nogle Grem service is the king. what do you think of him? Yes, he's 100% king of the clutch and throttle control. For sure. Он король владения сцеплением Я знаю, что ты сам гонялся с Грэмом Джарвисом Расскажи, какой он, когда ты гоняешь ним на гонках Ты был как компетентом с Грэмом Джарвисом в будущем Да, за много лет Да, да, много лет Иногда я его тоже победил Как дела? Да, он тяжелый компетент Но он очень много сражался с Грэмом много лет И самый главный совет от Джарвиса Всегда думать головой И не поддаваться эмоциям Ребята, Уэнд Янг Под ваши аплодисменты Под аплодисменты Уэнд, как давно ты занимаешься хард эндуро? 20 лет 20 лет Шерка, я так понимаю, самый лучший мотоцикл Шерка лучший? Да, по-моему Например, если твоя карьера развернется так, что тебе предложат КТМ Потому что мы следим за тобой в России И видим, что ты отлично выступил в Румынии Ты знаешь, я сейчас с Шерка в этом моменте И мотоцикл очень хорошая Я думаю, что сегодня все мотоциклы очень хорошие Я счастливый с Шерка И я думаю, что я вернусь с Шеркой в следующем году Ты не изменишься? В этом моменте нет Ну, он достаточно прямо ответил, что Шерка очень хороший мотоцикл Он очень доволен с ним Они добились результатов И на данный момент, на данный момент, он так и сказал Он не собирается менять команду Что важнее, женщина или мотоциклы? Мотоциклы или байк? Я думаю, что это касается баланса Ну, балансирует надо Можно баланс, как обычно Сколько времени ты проводишь за тренировками? Я тренирую около 6 раз в неделю 6 раз в неделю 6 раз в неделю 6 дней в неделю Я тренирую 6 дней в неделю 1 дня в отдых Вообще, больше всего времени он, естественно, проводит на мотоцикле Много занимается на велосипеде И очень много растяжки Стретчер Стретчер Что важнее тогда в эндуро? Велосипед, мотокросс, триал? Что важнее? В большинстве тренировки, в зависимости от тренировки, больше тренировки, более тяжелые тренировки, более технические секции Ну, сейчас он внимание уделяет больше жестким секциям Это его увеличивает, потому что у него нет проблем со скоростными участками, вот он этому уделяет внимание Как ты считаешь, если Грэм, не дай бог, конечно, закончит карьеру, кто станет королем? Да, мы двигаемся, но я думаю, что Грэм особенный, ты знаешь Многие годы в рейсинге, многие годы на уровне, поэтому Грэм – это Грэм Я вижу пакет сцепления стоит реклюз, это же не автоматическая коробка передач, развей все мифы На сегодняшний день я двигаюсь сцепления сцепления, так как обычный клетч Просто клетч плейцы более сильные и имеют больше здоровья Ну, просто она более твердая и вмещает большее количество А, то есть это просто крышка и в ней еще масло? Да, да Где мотоцикл готовит и ты не знаешь, что там? Например, ты знаешь, на каких звездах ты ездишь? Какое отношение звезд передней и задней звезды? Но я просто даю ответы на то, как ощущается Обычно я знаю, что реклюз – это очень хорошая бренд И я просто тестировал и скажу, что клетч чувствует хорошо И на задней звезды 52 13? Да 13 и 52 13-32 Что дальше? Что будет через 2-3 года с твоей карьерой? Да Планировать на чемпионате экстрим-андюро И, да Попробуйся на уровне подиума на всех соревнованиях И сделать хорошо на чемпионате Какой подобный подиум ты любишь? Вес? Да На чемпионате экстрим-андюро Да Ну, в общем, в течение двух лет он не собирается менять планы Он будет стремиться победить Вес и быть на подиуме Давайте сейчас вместе с вами, парни, посчитаем количество хороших магазинов в торговом центре «Формула Х» Итак, первый – это, конечно же, «Автодом» со своими КТМами Пойдем дальше Компания «Ямаха» со своими VR-очками православными тоже представлена в «Формуле Х» Квадроциклы и всякие большие, огромные машины от компании «БРП» Да-да-да, идем дальше «Байкленд» со своей «Ускварной» и «Альпинстаром» Кстати, если ты не знал, то скидочку 20% по промокоду «Все в эндуро» в магазине «Байкленд» Продолжаем Хорошая экипировка для эндуро, для дорожной тематики И, конечно же, все, что связано с мотоциклами, находится в «Формуле Х» В «Формуле Х» представлены, ребяточки, еще и народные бренды, безусловно, конечно Не только дорогая и хорошая экипировка, но и экипировочка подешевле, так сказать, на пару сезонов Поэтому приезжайте, смотрите, обязательно стоит попробовать Ну а главное, друзья, когда попадете сюда, берегитесь Точно потратите денег, как я сейчас Даня, давай, Даня! Итак, друзья, Кемер, первый гоночный день, Турция, Ситускай На эту гонку собрались, как я говорил ранее, абсолютно все спортсмены Российские, кроме Давида Леонова К сожалению, он получил травму И чему мы, в общем-то, все сожалеем Обязательно поддержите, напишите ему пару слов в комментарии Потому что для него очень важна поддержка Это райдер мирового уровня Продолжим про Ситускай Итак, ребята, здесь сегодня у нас, конечно же, Черняев Конечно же, Гаврилов Конечно же, по-моему, уже весь эндуро Урал Он заполонил Золотов, Маликов В общем, все, все, все наши Наши, те, кто, на кого мы вот Они такие близкие и с кем мы видимся почти каждый день Ну или как минимум переписываемся Или как минимум видим их на YouTube-каналах И у них есть возможность и шанс показать свой класс на мировой гонке Я напомню, что география гонки Это 36 стран Южная Америка, Южная Африка, Европа В общем-то, всех перечислять довольно сложно И вот эта вот концентрация лучших людей из Hard Enduro В один раз в году проходит здесь, в Кемеле Гонка состоит из четырех дней Первый день – это Beach Race Второй день – это Forest Race Третий день – Sky Race Четвертый день – Mountain Race Четвертый день – решающий Эта гонка уникальна тем, что здесь нету плара, нету бронзы, гол Как мы привыкли с вами и как научил нас Романьяк Здесь ты должен доказывать свой класс непосредственно в гонке Насколько далеко ты проедешь, настолько ты и ценен, настолько ты и крут В этом вся история И здесь, знаете, нет такой истории Блин, куда же зарегистрироваться? В Gold или в Silver или еще куда-то? Регистрируйся, друг, просто на гонку Садишься на мотоцикл и едешь Итак, первый день – стадион Мы сегодня здесь Сейчас начались первые зачетки Сейчас ребята раскатываются А вот уже с трех часов дня начнется настоящая гонка Выберут лучших, соберут три группы по 50 человек И запустят три раза по 50 человек вот на этот пляж Садишься на мотоцикл Садишься на мотоцикл Садишься на мотоцикл Садишься на мотоцикл О, возьмите Насколько лет Возвучий Садишься на мотоцикл Садишься на мотоцикл Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Аккуратно! За ним выстроилась очередь Сначала топы, потом 350 остальных участников И сегодняшняя задача Отобрать 150 лучших, которые поборются в финале За итоговое призовое место первого дня В 36 стран большая ответственность И как ты с этим всем справляешься в эти моменты вообще в жизни? Ты спишь, ешь или ты всегда здесь на треке? Я почти не сплю, почти не кушаю во время гонки Чтобы все были четко, чтобы все получили кайф Чтобы не было никаких ошибок Вот тогда поднимаешь уровень Да, согласен Почему не приехали Летенбихер, Билли Болт? Мы в Ситускай не в серии весе Это получается частная организация Мы всех приглашаем Кто хочет, пожалуйста, приезжайте Это их решение Я так понимаю, что в этой гонке это очень хорошо прослеживается Что это как гонка-курорт Когда приезжают все друзья И все топ-10 мира, которые сейчас здесь, это твои друзья Ну да Да, приезжают Потому что они любят Любят, любят, любят эта гонка Любят нас, любят эта организация Ситскай Да, вы сами видите У нас какая атмосфера Кайф получает, все отдыхают Поэтому приезжают люди Кто, по твоему мнению, победит из русских парней в этой гонке? Тяжелый вопрос Кто, по твоему мнению, победит из мировых гонок? Тоже тяжелый вопрос Потому что все уже подготовили очень хорошо А будут во время ноги небольшие нюансы Чтобы подъезжать, обижать друг друга Поэтому не могу сказать сейчас Шансы у всех равны? У всех есть шансы Привет, Фар ! Привет! Привет Уех, уех Отлетно, я не понял ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто из наших русских победит, ну, как бы, проехав, да, дальше, между русскими? Черняев, Гаврилов. Гаврилов. Гаврилов не очень стабилен, согласен? Ну, не знаю, он доезжал как-то до финиша, говорит, 30 метров не хватил, поэтому я думаю, это... Сможет в этом году. Ну, нормальный, горы, он же с гор, поэтому я думаю, на него можно ставить. И сил у него много, он здоровый, мужик. А мне кажется, он крайне эмоционально нестабилен. Эмоционально, да, ну, это, как бы, у всех такая проблема. Так. Кроме меня. Да, это понятно. Кто еще из наших пацанов? Может быть, Куцевич? Нет, он настоящий надоедет. Не доедет? Почему так думаешь? Если доедет, это вырвешься. Не доедет, я думаю, потому что у него мало опыта по горам, он очень спешит. А тут камни, то сразу вырвешься... Ну, я вчера мы накатались, я понял, что если будешь спешить, то сразу вырвешься. Рычаги, которые снизу, он спешит. Поэтому, я думаю, он не доедет, или мопед ушатает, или сам устанет так, что не сможет, или покрышку. Ну, в общем, думаю, пока нет. Ну, то есть ты хочешь сказать, что, ну, понятно, что там Маликова не берем, прощай. Маликов не доедет, я думаю, потому что он слишком медленный. Золотов? Ну, Золотов они вроде как с Маликова, там, на одном уровне, поэтому где-то рядом они будут. Золотов. Золотов. Р Золотов. Продолжение следует... Чекпоинт, чекпоинт у Данилы. Да что ж ты, да хрен с ними, выкиньте! Ну как ты? Я так понимаю, что непросто дался тебе пролог? Ну, очень непросто. Я первый раз в жизни вижу такие препятствия. И я вообще не понимаю, как с песка их ехать. И пришлось все тащить, люди помогали. В общем, порадовало, повеселило народ. Иван, ну что же ты творишь, мать, а? Светик, ну подожди, мы видели тебя, как ты едешь. Что тебя здесь смутило? Я люблю горы. Это для меня такой первый опыт, на самом деле. С песка такие огромные покрышки, трубы. Я не знаю, ты по такому ездил вообще сам? Я нет. Ну, блин, это нужно было проехать, чтобы было место на старте. Я бы не ехала, если бы это не шло в зачет. Я не люблю стадионы, правда. Молодец, Светка! Садись на мотоцикл! Вот! Кто когда-нибудь, я их полюблю, наверное. Ты молодец, не переживай, все будет хорошо. Ну, главное, на самом деле, самое главное, вот эти штуки, это первый день. Это просто шоу для зрителей, и нельзя ушатать, нельзя ушатать мотоцикл. Поэтому спокойненько, ручками, и все. Завтра, послезавтра, послезавтра, наша тема, да? Ты любишь стадион? Нет! Кто из русских доедет до веры? Слушай, я вот, честно, не люблю такие вопросы, но по факту, вот как будет, так и будет. Что тут рассказывать? Просто гонка настолько непредсказуемая, Ситу Скай, очень много камней, очень много всяких шалостей на треке. Можно ехать, наебнуться где-нибудь, блядь. И ехать первым, быть последним. То есть, как бы, это дело такое. Миша, открой тебе большой секрет. Значит, всех опросил в Инстаграме, диванных аналитиков, ну, в общем, всех. И все переживают только за одно, чтобы ты не нервничал. Если ты не будешь нервничать, ты точно выиграешь. А ты не смотри на меня так, как будто ты сейчас нервничаешь. Я не нервничаю, все нормально. Значит... Я поел, пообеду, искупался в басике. Все как положено. Кто выиграет? Черняев, Кунцевич, Гаврилов и все-таки Кунцевич. С тройкой все понятно. Ну, выиграют Черняев, Кунцевич и Гаврилов. Ну, все. Не Кунцевич, Черняев? Да все выиграют. Слушай, ну ты стартуешь вот с этими ребятами. С Марио Романом, с Теодором. Не, у меня в планах сейчас, блядь, просто старт взять, выиграть. И все. У меня там столько лошадей привез, этих белорусских, блядь. Белорусских таких, я там вырастил их на меде. На меде вырастил, поэтому сейчас по-любому возьмет. Ну, давай, бро, удачи тебе. Болеем за тебя. На ваших экранах Данила Черняев и его бета. Судьба дарит ему хороших людей по жизни. И он действительно этого достоин. Мог ли он мечтать о том, что стартанет с лучшими гонщиками планеты и не сильно от них будет отставать? Думаю, нет. В свои 20 с небольшим он уже прошел большой путь. И сейчас он на трамплине, который, вероятно, поможет ему подпрыгнуть еще дальше и еще выше. Давайте поддержим этого простого саратовского парня, которого сейчас дырка в левом ботинке, а в правом драная застежка. И это не мешает ему ехать рядом с топами мира. Даня Черняев приедет не самым лучшим в этом заезде, потому что бета его подведет. Да пацану всего 20 лет. Ему хочется и с девчонками, и в кино, и BMW старенькую. Но вместо всего этого он живет в автобусе. И готов ехать хоть на край земли, чтобы поучаствовать в любой абсолютной эндурогонке. Данила Черняев это то, что не случилось с нами всеми. А очень бы хотелось. Потому что мы променяли свою спортивную карьеру на мягкий диван и офис. А он нет. Он смог. Поддержим пацана. Ну что же, день подходит к концу. Остается дождаться только результатов. Очевидно, что фавориты определены. Это Миша Гаврилов, Кунцевич, Черняев. Ничего не поменялось, новых не убаилось. А главное, не прибавилось, а главное, не убаилось. Из российских ребят, да. Но я бы, знаешь, хотел бы отметить все-таки вот эту интригу, которую внес болгарин Кабахчиев. И до гонки, казалось, нету никаких интриг. Как это будет либо Янг, либо Роман, Марио Роман. То есть Шерка абсолютно точно казалась фаворитом. Но тут вдруг вот такой момент, который с самого старта взял лидерство Кабахчиев. Потом он немножечко потерял темп. Его обогнал Марио Роман. Но в итоге Шерка сломалась. Марио Роман не смог финишировать. И сейчас пока непонятно. То ли Кабахчиев становится первым, то ли Янг там вырывался вперед. Вроде бы он шел третьим. Марио Роман не смог финишировать. Продолжение следует...